Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новые правила из опыта управленцев старой закалки. Мэр Анапы Сергей Сергеев рекомендовал использовать положительный опыт анапчан в работе. Что нам стоит дом построить? Списки самостроев выставили на всеобщее обозрение на официальном сайте администрации. В Китае молодых предпринимателей на руках носят. В Анапе своя система поддержки молодых бизнесменов. В спорткомплексе «Валеград» прошел чемпионат России по пляжному волейболу. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. На планерном совещании Мэр Анапы Сергей Сергеев рекомендовал госслужащим почаще обращаться за советом к людям старой закалки, формировать положительный образ сотрудников администрации и доказывать профессионализм в работе. Преференции и 40 дней отпуска, напомнил Сергей Сергеев, дают чиновникам. Не просто так. Чиновник от слова «чин» со времен, когда госслужащие гордились своим званием и подавали пример другим. К такому отношению к работе иконопчанам Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал руководителей госслужб и рекомендовал прислушиваться к опыту и советам служащих старой закалки. Заместитель мэра Михаил Баюр предложил соревнования по уборке урожая как мощный стимул работы, обозначил проблемы и причины проблем. Внимание виноградарству! Возрождение одного гектара виноградников стоит 1 миллион рублей. О происшествиях отчитался начальник отдела МВД по городу Андрей Терехин и обратился за помощью. 140 сотрудников усилят охрану порядка во время рок-фестиваля Кубана. Полицейских поселят в Анапе и вахты будут доставлять в станицу Благовещенскую. Мэр Анапы Сергеев считает, организация дорожного движения должна быть научно обоснована и специальная комиссия, профессиональная, должна оценить нагрузку именно в пик сезона. Европа стоит в пробках сейчас, кому интересно. А там уж вы меня извините, дорожные сети разведены. Ну, я не говорю, в наших столицах, допустим, верхняя дорога. Он скажет, вот здесь надо посадить счетчиков, вот здесь надо посадить счетчиков. Даже не надо спрашивать качилу. Когда мы ему дадим фактуру, он посчитает и скажет, ребят, хоть и шкуры вывернетесь, без добавления одной полосы, я приветствую, вы ничего не сделаете. Задача отделу транспорта – привлечь дорожный институт для поиска решений в борьбе с пробками. О проблемах незаконной миграции, актуальных во всей Кубани, отчитался заместитель начальника миграционной службы Василий Каргулев. Четыре иностранца, нарушивших правила пребывания, выдворили, шесть протоколов составили на россиян, прикрывавших незаконную деятельность. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая коснулась темы самостроев 37 объектов уже в черном списке на сайте администрации. Специалисты готовят новый список домов, сданных в эксплуатацию через суд. Как будут поступать самостроями? Решение жестокое и без обжалований. Это первый реестр. На самом деле, на порядок больше таких объектов на территории города. Идет обсуждение и остается пару вопросов основных. Можно ли увидеть реестр объектов, введенных в судебном порядке? Я считаю, что это не секрет. Кирилл Александрович, готовьте данный реестр и точно так же размещаем на сайте. И второй вопрос. Будут ли сносы? Я отвечу коротко. Будут. Самостройщики активно противодействуют администрации. Специалистам, вывешивающим на незаконных объектах таблички самострой, угрожают. Глава города Сергеев подбадривает подчиненных. Нужно мощно наступать. Таблички вас чуть не побили. А меня за мои заявления убить могут. Ты знаешь об этом? Нет? И я в таком состоянии уже больше 20 лет живу. А вы мне рассказываете. Боитесь? Пишите заявление, идите туда, где вас не будут ни обижать, ничего. Утром встал, пришел к работодателю. Только там ты не будешь 40 суток отпуска иметь. И те преференции, которые ты имеешь. А то мы самостроим, неделю на сайте размещаем. И все чего-то боимся. Кого-то обидеть, кого-то пригладить. Чего мы боимся? Боимся, надо менять работу, дорогие друзья. Громкая музыка, продажа алкоголя без лицензии, выносная торговля на пляжах и санитарное состояние города. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков распорядился проверять предприятие общепита каждый день. Заместитель мэра Яна Туплякина доложила, бюджет города вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Но есть еще недобор по налогам. Работу продолжат. Каждый день специалисты будут проверять три санатория по уплате налогов в бюджет. Общие показатели курорта тянут вниз санатории Русь, Кубань и Россиянка. По текущим платежам администрации задача отдавать подрядчикам средства вовремя. Вице-мэр Людмила Гузенко сообщила, в Анапе пройдут два значимых мероприятия. Юбилей крещения православной Руси и день военно-морского флота. 28 июля. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Анапа Регион. Сносить будут все, что построено неправильно и незаконно. Списки самостроев, жилых домов, сданных в эксплуатацию через суд, можно увидеть на официальном сайте администрации. По поручению мэра Анапы Сергея Сергеева сформирован первоначальный список строительных объектов, возведенных или возводящихся без разрешения, либо с нарушениями. Со списком данных объектов можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Открытые данные» под раздел «Незаконное строительство». По каждому конкретному объекту предоставлена полная информация и фото. Позиция мэра Анапы Сергея Сергеева понятна. Анапчане и гости курорта должны знать, что приобретая жилье или коммерческие площади на таких объектах, они рискуют войти в категорию обманутых дольщиков. Объекты из данного списка не будут подключаться к городским системам коммуникации, а значит покупатели не получат доступ к коммунальной инфраструктуре. Список самостроев будет актуализироваться и дополняться. А пока самовольно возведенные дома отмечают говорящими наклейками. Проходя или проезжая мимо самостроев, анапчане и гости курорта должны видеть антигероев. И к другим темам. Круглый стол по вопросу поддержки малого и среднего бизнеса прошел в Анапе. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина, специалисты управления и индивидуальные предприниматели делились опытом. И вместе рассуждали, как помочь молодым анапчанам основать и развить свой бизнес не хуже европейского. Чем отличается предпринимательство в России и за рубежом, расскажет Наталья Пухальская. В Китае молодых предпринимателей пять лет носят на руках. В Европе шутят наши предприниматели, занимаются бизнесом, а россияне – бухгалтерией. Проблемы предпринимателя, главное, как помочь и поддержать предприимчивую молодежь, обсудили успешные опытные предприниматели Анапы за круглым столом. Поломать стереотипы и посмотреть на бизнес свежим взглядом, предложил начальник управления экономики и инвестиций Евгений Приставка. Мы как раз поможем, самое главное, что помимо того субсидирования тех программ, которые есть непосредственно на местном уровне, мы поможем создать пакеты документов, чтобы выйти и на краевые программы. Соответственно, у нас есть и планы мероприятий, и знаем некую, скажем, специфику выделения средств. То есть поможем именно в нормальном графике это двигается, чтобы мы финансирование субъекта малого бизнеса могли получить. Более существенное и конкретное предложение на обсуждение вынесла заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. Действуют несколько программ поддержки молодежи на муниципальном, краевом и федеральном уровнях. Но этого на практике оказывается мало. По программам поддержки молодого бизнеса нужны льготы по кредитам, возможность сокращения процентов и возврат средств на оплату госпошлины. В этом году такая практика уже налажена. 4 тысячи возвращаются каждому новому предпринимателю. Сегодня в Анапе бизнес ведут более 9 тысяч молодых специалистов, и первая проблема молодых – отсутствие денег. Чтобы организовать и развить бизнес, помогать, поддерживать, спонсировать и выдавать кредиты на выгодных условиях, кроме материальной, поддержку информационную и моральную оказывают специалисты молодежного центра 21 век. Приглашают известных бизнесменов и бизнес-тренеров. На базе клуба работает молодежная организация «Навигатор» – путеводитель по основам предпринимательства. Вооружившись всеми преимуществами и предложениями, молодому бизнесмену легче становиться на крыло. Хотя благородный риск в бизнесе тоже никто не отменял. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Выпуск продолжит новости спорта. Рев моторов, мотоцикл над трамплинами. На автодроме в Чембурге прошли всероссийские соревнования по мотокроссу. На предложении Анапского спортивного клуба «Патриот» провести турнир памяти воинов-интернационалистов откликнулись более ста спортсменов разных возрастов. Подробности у нашего корреспондента Ларисы Басовой. Возрастной разбег был настолько широк, что участников заезда разделили на две группы. Молодежь и ветераны спорта. И дали на подгруппы по объему двигателей мотоциклов. Старт дали организаторы соревнований. Мне очень приятно сегодня приветствовать столько спортсменов, которые прибыли из разных регионов нашей страны в наш город. Город-курорт, город воинской славы и настоящий город спорта и здоровья. Отец Александр, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, благословил юных патриотов и ветеранов спорта на благое дело. На старт вышли не только мальчишки. В заезде наравне сильной половины участие приняли три девочки. Одна из них – анапчанка Камила Ескина. Я просто верю в себя и так делаю. Вот мне хочется занять первое место. Занятие, казалось бы, не девичьим видом спорта родители одобрили. Я не против, конечно, но с одной стороны страшно, но любой спорт по-любому где-то опасен. И бокс, и плавание. Камила получила поощрительный приз и подарки за проявленное на трассе мужество. Наравне с парнями откатала 10 минут положенного времени и три дополнительных круга. По итогам первого дня соревнований в классе объема двигателя 50 кубических сантиметров Золотую медаль увезет Ставропольский край Александр Федорцев. В классе 125 кубических сантиметров первое место занял Роман Золотцев из Батайска. А в классе ветеранов победа у Эдуарда Елканова из Северной Осетии. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. В Анапе в спорткомплексе «Волейград» в Витязево завершился чемпионат России по пляжному волейболу. Накал игры спортсмены и болельщики сравнивали с жарким июльским солнцем. А напчане болели за пару из Краснодарского края – Красильников-Быканов. А вот кто заработал титулы чемпионов России, расскажет Лариса Басова. В финал вышли краснодарцы Вячеслав Красильников и Руслан Быканов. Им пришлось сразиться с сильными соперниками – москвичами Ярославом Пашкаревым и Дмитрием Барсуком. Дмитрий – лидер по количеству титулов в России, он семикратный чемпион. Их соперники, наши земляки Вячеслав Красильников и Руслан Быканов, выступают в паре всего два года. И результаты неплохие. Без особого напряжения вышли в финал на поединок с самой сильной парой России. В ходе игры лидеры определились сразу – Кашкарев и Барсук. Они вели весь матч, но с небольшим отрывом. И на последние минуты вышли со счетом 14-8, который мог измениться в считанные минуты. Но краснодарцам все-таки не удалось обойти лидеров чемпионата. И на высшую ступень пьедестала почета поднялись Ярослав Кашкарев и Дмитрий Барсук. На площадке легко в принципе особо не бывает никогда. Игры были в принципе тяжелые, но мы не проиграли ни одного сета. Показывали хорошую игру. Ну да, но я здесь был в Анапе четыре раза вторым. И надо было уже пора выигрывать. Краснодарская пара спортсменов перспективна. Так считают судьи и тренеры. И серебро – достойная награда. Руслан Быканов – потомственный спортсмен. И на этой игре за него болел отец-волейболист. Дальше сборы. Оупен будет на следующей неделе в Анапе. Должны выступать здесь, тоже на родной земле. Она в этом году родной стала. И дальше сборы соревнований. Среди женских пар на высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсменки московского клуба Мария Прокопьева и Жулиана Филисберте. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анап Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров – салона магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон «Магазин Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник 23 июля в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы плюс 22-24, ночью до 21 градуса по Цельсию. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 4,6 метра в секунду. Температура морской воды у берегов Анапы 24 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань. 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 Стань.